Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Домашний Ачах с Мариной, где очень много видео о самоисцелении, дорогие друзья, пользу и вред продуктов питания. Сегодня мы поговорим с вами о петрушке, всем известная зелень, которую употребляет практически каждый из нас. Но мы поговорим сегодня о петрушке и несколько слов я скажу о кинзе. Кинза. Мы употребляем в салатах, да, как зелень и иногда мы можем использовать петрушку, корень петрушки, как отвар. Это будет очень важно для многих узнать пользу и вред или опасность петрушки. Еще раз обращаю внимание, что обычно петрушка хорошо усваивается и не несет никаких действий для организма. Но если все-таки вы очень чувствительны или если у вас есть болезни, о которых я буду говорить, видео я сняла для вас об укропе, который я очень рекомендую принимать все, у кого повышенное давление и проблемы с пищеварительным трактом. А сегодня мы поговорим о петрушке. Петрушка, безусловно, это кладезь минерала, витаминов, микроэлементов. Очень хорошо запускает, очищает пищеварительный тракт, очень хорошо. И она очень активно выводит токсины из организма. Содержит настолько много полезных вещей. Это эскорбиновая кислота, никотиновая кислота, тиамин, каротин, рибофлавин, ретинол, флавоноиды, фитонциды. А также содержит калий, кальций, магний, железо и фосфор. Дело в том, что петрушка по наличию этих ингредиентов уже обладает очень сильным противовоспалительным действием. А также сильным очагонным действием. Поэтому мы отдаем предпочтение использовать петрушку и укроп просто в салат нарезать. А если вы просто черешочки, которые остаются от той зелени, порежете столовую ложку, зальете стаканом кипятка, у вас получится прекрасный настой. И вы можете 1-2 стакана выпивать на протяжении дня и вы получите прекрасное оздоровление организма и поддержку даже в сложный какой-то период. Укроп и петрушка очень легко замораживаются, дорогие друзья, и хранится на протяжении года, не теряя своих свойств. А именно качество аскорбиновой кислоты, витамина С, при заморозке усиливается. Это очень важно. Кинза, напишите в комментариях, может быть не всем нравится. Она содержит определенные эфирные масла и не каждый воспринимает этот вкус. Но дело в том, что именно кинза является более активным ингредиентом. И для нашего здоровья очень большой плюс в том, что кинза выводит токсины и выводит накопление вредных веществ в организме. Особенно если вы переболели каким-то сложным заболеванием, у вас было большое количество прием медицинских препаратов, антибиотиков, дорогие друзья. Кинза стоит на первом месте вот именно по выведению токсина. А петрушка это действительно мочегонное средство, укрепляющее средство. Но я хочу обратить внимание на то, что петрушка повышает давление. И если вы будете использовать, если вы гипотоник, отвары, настои петрушки или корень петрушки, вы таким способом тонизируете себя и мягко и очень легко будете стимулировать сердечно-сосудистую деятельность. И ваше давление стабилизируется. А если вы гипертоник, дорогие друзья, то вам надо дать предпочтение все-таки отвару или настою укропа. Это будет очень важно. Но для витаминизации своего организма в приемлемых дозах, безусловно, петрушка и укроп являются очень важным ингредиентом и практически очень распространены на нашем столе. Но такие особенности я очень хотела обратить внимание. Особенно для детей, у которых нет аппетита, дорогие друзья, для взрослых петрушка очень хорошо выводит соли из организма. Если у вас астахандроз, подагра, если у вас переизбыток мочевой кислоты, скажем так, как раз такая зелень будет помогать вам. Если у вас цистит, дорогие друзья, мочекаменная болезнь, другие заболевания почек и печени, зелень петрушки очень рекомендуется. Практически петрушка абсолютно безопасна для многих-многих из нас. Но вы должны обратить внимание, что если вдруг у вас есть обострение, обострение почек, заболевание почек в эфазе сейчас обострения, или заболевание печени или желчевыводящих путей, именно как наличие эфирных масел и достаточно активных элементов, в этот период вы не должны переусердствовать и в большом количестве принимать этот вид зелени. Если это видео было для вас интересно, напишите в комментариях, поделитесь со своими друзьями. Я буду очень рада, я желаю вам здоровья. Обязательно подписывайтесь, колокольчик оповестит вас о новых видео. Просматривайте видео по интересующих вас тематике и приглашаю на прямые трансляции.